Субтитры сделал DimaTorzok Давай, 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 родная, давай Дорогие друзья, всем привет, это Сами за Сами У нас 2019 год и первая распаковка посылок от подписчиков Посылочку мне прислал Arnis Asmus из Латвии Этим посылка и очень необычная, шла она быстро, буквально неделю, ЕМС Давайте посмотрим, что Arnis мне прислал Он мне кое-что показывал, но вроде как там у него что-то переигралось Поэтому я примерно только знаю, что внутри В общем, давайте смотреть Мне будет интересно, я думаю, вам тоже, что могут прислать с другой стороны Ох ты, господи, какие маленькие Так, внутри у нас в посылке есть очень маленькие Кстати, классно изготовленные маленькие солдафоны Масштаб, я так предполагаю, 1 к 70, наверное, 2 Человечки клевые По масштабу отлично подойдут к Hot Wheels Но это, я так понимаю, вторая мировая Какие маленькие, господи Я, конечно, такой масштаб практически у меня ничего нет Но человечков можно поставить К Hot Wheels Класс Полностью на литниках Мешочек, маечка Даже он пригодится Насколько я понимаю, должна быть куча запчастей Давайте смотреть Так, наверное, лучше давайте Так, вот тут, в общем, пакет Еще пакет Так, еще две машинки И что-то, коробочка и коробочка Дорогие друзья, давайте сейчас я достану Это все, чтобы не тянуть время Распакую и покажу вам уже содержимое Ну, чтобы не тянуть время Так, коробки пусто В общем, подумав, я решил все распаковать И показать вам поближе Чтобы вы могли все разглядеть В полной мере И оценить То, что мне подарили Масштаб 1,72 Показывать не очень удобно Так, тут что у нее Какой-то трос или шланг Кто-то не изменили у нее Как будто в руке Да не, пойди военный Так, тут чувак без ног Так, и вот здесь сандафончики Не, ну сделано очень даже неплохо Давайте прям поближе С учетом того, что они очень маленькие Ну вот прям очень Сделано они очень даже добротно Донор Было так и написано на упаковке Что это донор Есть у меня такие машинки И уже, наверное, штук так Пять Точно Самое классное в этих машинках Это колеса К сожалению, здесь одна шина Полностью изрезанная Поэтому колеса Ну, по сути, больше диски, чем колеса Диски классные И еще есть хорошие детали Но для 72-го масштаба скорее Ну, может... Нет, кстати, почему-то... Ну да, где-то это Хутвилсов 1,60 и 1,72 Классные ковшики Салон неплохой И еще одна классная деталь Интеркулер Зачем его делать, если можно снять Вот с такой вот машинки Он выглядит просто шикарно И еще один элемент, который можно отсюда Полностью с капота Весь этот черный цвет вырезать И сделать на любую другую модельку В масштабе или даже 1,36 1,43 и 1,36 Будет смотреться очень классно Делать самому очень запарно Так что донор просто шикарный Очень маленький Мерс Шикарный Данный автомобиль нравится многим В 24-м масштабе видел такие Смотрится очень неплохо Это у нас матчбокс Но матчбокс современный Машинка абсолютно новая Абсолютно-абсолютно 2016 год Вот здесь написано Красивый Еще один малыш Который у нас уже в боксе К сожалению, я так понимаю Он на рай треснул от того Что машинку оторвало Со своей точки фиксации Она опять там просто болтается Бокс лопнул Здесь у нас есть информация Ага, ее вообще не видно Да, тут маркером что ли Подмазывали или чем-то Чтобы выделить Но все равно не видно Вот такой вот малышочек Сделано очень добротно Очень даже классно У него, смотрите Отдельные стекляшечки С учетом такого мизерного масштаба Даже задние фонари Это отдельные элементы Обалденно смотрится Он правда классный Действительно классный А с учетом того Что он такой маленький То он выполнен очень добротно Шины отдельные Резиновые Не, машинеха зачетная Жалко вот С лицом у него, конечно, все печально Все просто нарисовано Так, вот оно Наше было крепление Его вырвало Прям вырвало Производитель какой-то РС Что за РС Не знаю Я потом просто Вклею на место И она будет стоять В своем этом боксе Ну а теперь Пройдемся по старичкам Которые мне прислали Такой машинки Я вообще не видел Жалко, что нет дверей Но Блин, ну с пластика Здесь делать вообще не вариант Здесь нужны родные двери Кто знает Что это за автомобиль Все полностью пластмассовое По остеклению Главное, что тоже Все замечательно УВ-280 А хотя чего Я надеюсь, кто знает Кто-то уже написал Масштаб 1.43 Вот такой вот Красавчик Так Сюда Еще один автомобильчик Такой желточек Очень даже прикольный Самое, что интересно Он полностью Открывашка У него открывается Так, давайте Теперь посмотрим Шины Резиновые Отдельные На автомобиле Я думаю Знаком Малому количеству людей Мне Соответственно Тоже он не знаком Я такой никогда Не видел Ни на картинках Нигде Открывается Тоже все Полностью пластик И открывается У него капот Ну здесь Разрисовочка Такая печальная Можно просто Пройти Конечно Маркером Серебристым И все А потом Черным Разбавленным Акривом И не запариваться Не, машинка Интересная Самое, что интересно Это Юдно Номер Я так понимаю В серии этих машин Скорее всего Номер 5 СССР И сделано В Тбилиси Обалдеть Вот такой Вот пластиковый Автомобиль Абсолютно Целый Класс Так Сюда Еще одна Необычная машинка Это Вот такая Вот спортивочка Здесь есть Информация Что это За автомобиль Полностью Пластиковая Только Одно Металлическое Нет фонаря И вот здесь Я так понимаю Запаска Что-ли была Спереди Странное Решение Конечно Но Круглая Входим на запаску Салона Нет Так Он не выдаст Слез Не снимается Тут усик Надо Расчелкивать Но Не снимается Такое дно Колеса Полностью Пластиковая К сожалению Выхлоп Один был Отломленный Лежал Второго Нет Но Решается Все просто Берется Засверливается Вставляется Две тонюсенькие Какие-нибудь Трубочки И в принципе Все Вот Такой Желточек И Еще Одна Точно Такая же Только Красная В более Хорошем Состоянии Здесь Уже Две Передние Фары Но Точно Так же Нет Запасочки А так Один в Один И Выхлоп Здесь Сзади Целый Интересные Гульки Я даже Не представляю В какое Время Они были Наверное В 80 В начало 90 Понятия Не имею Честно Если Кто-то Владеет Какой-то Информацией Пожалуйста Напишите Это очень Будет Интересно Почитать Я Читаю Ваши Комментарии Особенно Если Они Информативные У нас Сегодня Много Красного И Желтого Поэтому Теперь У нас Опять Красный Алый Даже Правильно Сказать Автомобильчик Да Странная Шкода Очень Своеобразная Очень Очень Старая Состояние Очень Даже Адекватное Передний Бампер Нет Только Краешка Кусочка Так Внешне Она Абсолютно Целая Нет Заднего Бампера Странные Игрухи Я Таких Говорю Никогда Не Видел Наверное Их В России Может Быть И Не Было Но Есть Проблемы Тут Видите Под Все Работает И То же Самое Только Теперь Уже Опять В Желтом Цвете Задний Бампер На Месте Колеса Здесь Совершенно Другие Колеса Разные Машинки Одинаковые Но Колеса Разные И Здесь Колеса Полностью Пластиковые А На Вот Этой Похоже На Этой Кстати Стоят Резиновые Шины Да Резиновые Шины Круто Вот Такой Автомобиль Единственное Что Здесь Кусок Переднего Бампера Тоже Был Отломленный Здесь Еще Кусочка Не Хватает Но Я Все Перепотрошил Не Нашел Кусочка Края А Вот Этот Кусочек Я Вклеил Аккуратненько Даже Особо Не бросается В глаза Что Он Отломился Салона В этих Машинках Нет Вот Так Это Все Выглядит Изнутри Они Останутся В том Виде Как Они Есть Трогать Я Их Не Буду Машинки Интересные Только Что Сполоснул Аккуратненько Протрусь Может Делайте С ними Ничего Не Буду Сразу Отвечая На вопрос Некоторых Товарищей Ничего Из этого Продаваться Не Будет Само Собой Ну И Последний Автомобильчик В данную Тематику Вот Такой Вот Красавчик В красном Цвете Что За Автомобиль Пожалуйста Напишите В комментарии Под Видео У меня Была В детстве Точно Такая Ж Машинка Только Не Помню В каком Цвете Тоже Пластиковая В детстве К тетке В частный Дом У них Была Печка Другой Печки Знаете В частных Домах Так Делают Как бы Как Духовой Шкаф Типа Металлический Он Там В общем Было Выключено Там Было Тепло И Я Был Маленький Балбес И Такой Ее Поставил Внутри И Закрыл Думаю Я Помню Мысли Были Типа Пусть Машинка Немножко Согреется С улицы Была Зима В итоге Она Согрелась До такой Степени Что Колеса У меня Сплавились Да Вот Такой Я был Балбес В детстве Что Сделать Что Машинка В отличном Просто В отличнейшем Состоянии Очень Классная Машинка Закрыли Да Вот Этот Автомобиль Уже Конкретно Моего Детства Они Были Не Только Пластиковые Были Такие Металлические Машинки У меня Тоже Опять Была И Металлическая Своё Детство Я Наменивал Целой Кучей И Не Столько Мне Их Покупали Сколько Я Их Выменил Все Целенькое Прям Все Замечательное Она Сохранилась Просто Отлично И Дно Два Рубля На Бешеные Деньги Своего Времени Так Убираем Также В посылочке Был Абсолютно Новый Автомобиль Растаровский Это Вот Такой Вот Мерсик Давайте Достанем Упаковочки Посмотрим Что Это За Красавец По Итогу Мы Получаем Вот Такой Вот Красивый Автомобиль Выглядит Очень Добротно Мне Кажется Он Даже Сделан Лучше Чем Растаровские Машинки В 43 Масштабе Которые Продаются Открытого Такого Типа Не знаю Изготовление Очень Хорошее Колесики Классные Но Полностью Пластмассовые Информация Для тех Кому Это Нужно Растар Масштаб 43 Блин Класс Будет Лежать Также В своей Коробочке Скорее Все Как Есть Ну Или Если У меня Будет Стеллаж Когда Когда-то Закрывающийся Стеклянный Будет С дверьми Я Вытащу С коробочки И просто Поставлю Сверху Как На Коробочку Чтобы Можно Было Любоваться Машинкой Потому Что Машинка Классная Да Подарок Подарок Шикарный Ну И На Самое Вкусное Тот Предмет За Который Я Прям Искренне Очень Переживал Как Он Доедет Это Вот Такой Автомобильчик Шикарный В боксе Тут Даже Целая Экспозиция Сделана Идет Гонка Старт Флаг Отмашка Все дела Внутри Сидит Гонщик Спортивный Красивый Автомобиль Со Спецованными Колесами Классными Я так понимаю Что Это Копия Автомобиля Гонщика Как Он Правильно Мишель Вайланд Или Михаэль Вайланд Не могу Сказать Но Сделано Очень Классно Просто Шикарно Блин Так Что то еще Где то Информация Для тех Кто в этом Что то Понимает Я так Понимаю Что Изготовлено В 2008 Году В общем Если вы Чего то Тут Поняли То Напишите Мне В комментариях Давайте Достанем Аккуратненько Из коробочки И посмотрим Что У нас Внутри Обалденно Обалденно Ну и Наконец Давайте Посмотрим Поближе Что Ж За Крутейший Гоночный Автомобиль Я получил В подарок У него Такой Голубо-синий Цвет Но На камере Он почему то Более Такой Бледный Светлый Кажется Хотя В действительности Ну Не такой Светлый Сочетание Этого Голубого Цвета С белыми Проставками И номером Три Создает Ну я не знаю Такую Особую Зрительную Атмосферу Восприятие Глаза Что Взывает Только Улыбку Шикарные Колеса Спецовочка Имитация С резиновыми Шинами Выхлоп Боковой Интересное Решение По Остеклению У него Лобовое Стекло Сбоку Стекло И вот Здесь Еще Со стороны Пассажира Проставка Тоже Закрыто Место Пассажира Я так Понимаю Для Лучшего Для Лучшего Для Лучшего Обтекаемости Машинка Конечно Это Нечто Машинка Просто Крутая Я Такого Пытался Так Скажем Что Схожего Найти В интернете Но Особо Не Нашел Если У вас Есть Какая Интересная Информация Для Меня Да И Для Подругих Подписчиков Которые Читают Комментарии Буду Признателен Если Вы Хоть Что То Мне Напишите Заранее Спасибо Водила Прорисован Очень Классно Сделана Фигурка Очень Даже Добротно Снимать С подставки Я его Не вижу Смысла Классно Задние Фонари Это Отдельные Стекляхи Не Он В целом Смотрится Очень Классно Знаете Он Чем Чуть Чуть Вот В схожем Стиле Можно Переделать Старую Кобру Кстати Будет Смотреться Тоже Очень Даже Недурно Почему У меня Просто Ассоциация Была Вспомнился Кузов Который Я Так Скажем Воспринимаю Рядом С этим Как Конкурента Ну В гонке Это Была Кобра По Любому Да Вот Это Подарок Не Я Просто Рад Очень 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 Рад Я Сам Себе Завидую Честно Обалдеть Просто Обалдеть О боже Ну и на этом у нас все Вот такая вот необычная сегодня у нас была распаковочка посылки из Латвии Этих машинок половину я никогда в принципе не видел Я думаю как и большинство моих подписчиков на канале Да и просто зрителей Ну и конечно же еще раз хотел сказать огромнейшее спасибо за такую классную посылку Арнис это просто очень-очень круто Также хотел поблагодарить всех тех подписчиков которые в прошлом году помогли каналу рублем Огромнейшие друзья вам спасибо вы нереально помогли за ваши по сути средства была приобретена GoPro 6 на которой снималась барахолка и с весны сезон мы продолжим просто в зиму не охота одно место морозить и простывать и в итоге сидеть на таблетках Поэтому с весны потеплеет начнем снимать Но была проблема у меня поначалу был один аккум я купил второй аккум Соответственно стал снимать я дольше Но флешка у меня была на 64 гигабайта этого было вообще недостаточно Мне не хватало GoPro кушает флешку вообще неимоверными темпами Ну потому что качество съемки адекватное Поэтому я приобрел за опять же средства подписчиков вот эту флешку Она такая довольно скоростная и она на 128 гигабайт То есть теперь у меня наверное опять возникнет проблема в покупке третьего аккумулятора Потому что теперь памяти немного будет больше чем могут потянуть два аккумулятора на GoPro Ну хотя в принципе мне еще донатили средства которые остались И наверное на них я куплю скорее всего третий аккумулятор и буду снимать больший объем барахолки Потому что бывает можно ходить половину времени и вообще ничего цель Ну такого дельного не увидеть никаких прикольных моментиков Вообще не каких-то людей То есть которых я бывает снимаю попадают они в кадр Я лица стараюсь не показывать Но сюжетики получаются интересные такие словесные нарезки Я их вставляю в видео Вот поэтому чем дольше я снимаю тем соответственно более разнообразно Я смогу скомпоновать видосик для вас Для зрителей которые я надеюсь оценят то что я делаю Потому что барахолка это Ну это не так просто что походил пошатался Это большой геморрой снимать Монтаж потом сидишь по 7 часов это делаешь Это довольно утомительно Так ладно все мы не о том И еще хотел сказать я приобрел кое-что Что как вы думаете что это 24 масштаб Нажмите на паузу напишите в комментариях Что это за автомобиль Как вы думаете что я купил Спасибо огромнейшее всем кто написал А теперь смотрим У нас в обзорчике будет скоро субарик Давно я его караулил сразу скажу что Никакой тайны нет Купил я его в Ашане Он был по скидке А без скидки он стоит В общем в видосе Похода в Ашан Машинка была 1300 Что-то в районе 50 рублей Вот этот стоит автомобиль Вот такой субарик Мы его разберем как всегда Выпотрошим Посмотрим из чего он состоит И как это все внутри выглядит Надеюсь вам понравится Ну и в оконцове как многие сейчас скажут Ха попрошайка В общем все кто хочет помочь Каналу рублем Будет прикреплена ссылочка В первом комментарии под видео Где вы можете помочь Да хоть по десятке скинуть Как говорится даже с 10 тысяч человек По 10 рублей Вот вам уже деньги Буду копить на нормальный Стационарный компьютер Монтировать видосы Особенно барахолку на Ноутбуке старом Ну мягко говоря Такое себе удовольствие Особенно 64 Там под 60 гигов Которые были ранее Ну это просто жесть Кто занимается монтажом В том же Вегасе Тот знает что Объем материала На 60 гигов Сконвертировать Без постоянных выскакиваний Глюков Ну практически невозможно И соответственно Конвертируется он По полдня Это вообще жо Просто жо Полное жо Тем более сейчас Будут видосы Скорее всего Весить по 100 гигов Ну это просто Огромный объем Материала Который Обычный Дешевый Старый Ноутбук Просто не вывозит Поэтому копим На Компьютер Я понимаю Что это попрошенничество Но Как говорят Я верю в своих подписчиков В общем Все спасибо Пока пока С миру по нитке Голому рубаха Да Брать кредиты Чего то вообще не хочется Вообще не хочется Видос может Очень долго получилось Все Очень-очень Слишком долго Ну и на этом у нас все Вот такая вот Шикарнейшая Распаковка